17 февраля. Слышно, да? Всем слышно? Это Маренко. Где-то идут прилёты, как мне сказали. Всем слышно, да? Страшно как-то. Услышали, что здесь был обстрел. Вы не видели, как это произошло? Ну, это как раз прилетело сюда. И прямо в обстрел прямо из стены попало. Мы в дом, который все побывало. Я правильно понимаю, что снаряд впал в дверь и цех выбывало? Да, 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 да. Но никого дома не было, да? Нет, я всем сказала, я пошла в магазин. Я тут работаю в клубе, в кочегарах. Первое, как разгорел, у меня металлическая дверь заходила ходором. Думаю, это где-то тут сорвало. Путин не успокоится, пока сего не добьется. Дети в этот час, это было 10-20, приблизно, находились у классных помещениях. Когда начали только первый обстрел, у классных керевников и дети услышали, сразу же были дети введены до коридоров. Дети введены на подлогу. Дети были очень удивлены, вчители также. Но учителям нужно было держаться. Цей снаряд, который уничтожил в окна до школы. Дети вибуховую хвилю их уже вибило? Нет, нет, нет. Там есть осколки. Осколки? Да, да. Там насквозь окна. И есть осколки, так. Здесь, в принципе, видно, с какой стороны он летит. Видите, это эпицентр вибуха. А вот это, видите, поглибление в земле. Это главный взрыватель, подрыватель артиллерийского снаряда. А если мы видим, то он летит из этого направления. А то направление это что? Ну, Первомайск. Место Первомайск. Окупована территория. Так, так. Есть какие-то думки, какие это может быть, калібрика, оружие? Ну, судячи по ламках, это, возможно, ствольная артиллерия 122 мм. 122, да. 21 Гвоздика и гаубица Д-30.